Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. На этой неделе в мире технологий произошло очень много интересных событий. Все больше и больше всплывает новая информация про видеокарты Nvidia RTX 3000, а красный гигант тем временем выпустил материнские платы на чипсете А520. Ну а компания Intel наконец-то определилась с производителем своих дискретных видеокарт. Обо всем этом и о многом другом мы поговорим в новом воскресном выпуске новостей. Ну а перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с RTX 3000. Подготовка к релизу видеокарт GeForce RTX 3000 только набирает обороты. Новые 3D-ускорители Nvidia уже прошли сертификацию южнокорейским агентством, а сегодня в его онлайн-базу была добавлена запись, посвященная видеокарте с идентификатором PG-133A. Эту же маркировку согласно утечкам носит печатная плата для старших видеокарт GeForce RTX 3000 на ядре GA-102 в исполнении Founders Edition. Это означает, что через корейское агентство прошли эталонные GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Традиционно видеокарты появляются в базе агентства за 1-2 месяца до официального релиза. Из этого можно сделать вывод, что на прилавках топовые RTX 3000 серии поступят уже в сентябре, спустя считанные недели после официального анонса. По мнению многих авторитетных изданий, за идентификатором PG-133A скрывается плата с V-образным вырезом, ранее замеченная в прототипе GeForce RTX 3080. В то же время партнеры Nvidia для своих карт будут использовать плату с идентификатором PG-132, модифицированную в той или иной степени. И хотя новые 3D-ускорители поднимут планку производительности, однако тем, кто планирует обновиться до ампер, придется выложить немалую сумму денег. На этой неделе инсайдер близких фирмей Colorful Technology пролил свет на ориентировочную стоимость новых видеокарт. Согласно утечке, китайский вендор намерен выпустить флагманскую GeForce RTX 3090, как минимум в двух модификациях, с воздушным охлаждением и с гибридным. Первая видеокарта была оценена в 1875 долларов, а вторая в 2020 баксов. Из этого можно сделать вывод, что стоимость GeForce RTX 3090 в версии Founders Edition будет находиться в районе 1800-1900 долларов. А по всей имеющейся информации сейчас можно подвести итог, что в основу GeForce RTX 3090 ляжет графический процессор NVIDIA GA102 в конфигурации с 5248 ядрами CUDA на архитектуре ампер. А через 384-битную шину он сообщается с 12 или 24 гигабайтами памяти GDDR6X с эффективной частотой около 19 или 21 ГГц. А пропускная способность видеобуфера составит от 900 до 1000 гигабайт в секунду. Но несмотря на красивые цифры, с памятью у новых карт скорее всего есть проблема. От инженеров, тестирующих видеокарты, поступают слухи о проблемах с охлаждением. И они связаны не с графическим процессором, как многие могли подумать, а с быстрой GDDR6X памятью, работающей на высоких частотах. Потери мощности в системе с 12 чипами сравнимы с потерями мощности преобразователей напряжения для графического процессора. В случае с 24 гигабайтными версиями видеокарт, в которых стоит еще 12 чипов на обратной стороне платы, потери удваиваются. И по подсчетам одного авторитетного издания, еще около 10 ватт мощности будет теряться в линиях между преобразователями и чипами памяти. Это тепло не может быть напрямую поглощено системой охлаждения. Оно будет распространяться в плате и негативно сказываться на температуру 8 модулей памяти, которые располагаются слева и справа от графического чипа. Определьная температура для GDDR6X памяти Micron составляет 120 градусов, но защита будет срабатывать при более низкой температуре. По сообщениям от тестеров, самый горячий модуль памяти нагревается до 98 градусов. Скорее всего, именно поэтому зеленый чипмейкер решил сделать новую систему охлаждения, чтобы хоть как-то охладить видеопамять. В общем, новости не совсем радужные. Думаю, никому не хочется покупать видеокарту за 2000 долларов с температурой памяти в 100 градусов. На ней не то, что можно будет поиграть, а и яичницу пожарить. Ну а все подробности мы узнаем уже 1 сентября на презентации NVIDIA. А на этой неделе, как и ожидалось, AMD выпустила свой набор логики A520. Вместе с этим были опубликованы и детальные характеристики чипсета. Как и ожидалось, новинка полностью лишена поддержки интерфейса PCI-Express 4.0. Причем даже встроенный процессор-контроллер будет работать на скорости PCI-Express 3.0. Еще одним минусом набора логики является частичная поддержка оверклокинга. Владельцы плат AMD A520 смогут разогнать оперативную память, тогда как процессор будет работать только на штатных частотах. Ну и, пожалуй, главным преимуществом AMD A520 можно назвать официальную поддержку будущих процессоров Zen 3. Речь идет не только о CPU Ryzen 4000, чей релиз состоится до конца года, но также и о гибридных чипах Ryzen 5000G, дебютирующих в следующем году. Разумеется, перед их установкой на материнской плате потребуется обновить BIOS. Ну а про цены в наших магазинах пока вообще не ясно. Но за рубежом платы стартуют примерно от 70 долларов. Например, одно из наиболее доступных решений A520M S2H от Gigabyte формата Micro ITX за океанской рознице можно будет приобрести за 70 баксов. А за игровую A520M Aorus Elite придется отдать 90 долларов. В целом цена не сильно большая, учитывая, что в Aorus Elite и DS3H стоит питальник на 8 фаз. Но, как правило, когда эти платы доедут до местных магазинов, то они точно прибавят в цене. А вряд ли кто-то захочет покупать такую мать почти за 10 тысяч рублей, когда можно взять нормальный B550 чипсет. А в следующем году, как я рассказывал в прошлых выпусках новостей, Intel выпустит свою первую игровую видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей, которая будет соперничать с адаптерами Nvidia GeForce RTX 3000 и AMD Navi 20. Для выпуска GPU XE-HPG корпорация намерена использовать фабрики одного из контрактных чипмейкеров. Если верить тайваньским СМИ, выбор пал на небезызвестную TSMC. Сообщается, что графический процессор Intel XE-HPG будут изготавливаться по 6-нанометровому техпроцессу N6 в классификации TSMC. Грубо говоря, он является усовершенствованным вариантом 7-нанометровой технологии и позволит на 18% увеличить плотность размещения транзистора. Что самое главное, этот техпроцесс во многом совместим с 7-нанометровым дизайном и, как утверждается, позволит сократить время, необходимое для вывода продуктов на рынок. А тем временем стало известно о новых SSD от компании Hynix. Еще в прошлом году компания SK Hynix вернулась на рынок потребительских SSD, выпустив линейку твердотельных накопителей GOLD S31. Опробовав силы, южнокорейский чипмейкер сегодня анонсировал первый в мире NVMe SSD на базе 128-слойных микросхем 3D NAND TLC под названием GOLD P31. Устройства выполнены в формате M.2 и оснащены интерфейсом PCI-Express 3.0 X4 и будут предложены в версиях объемом 500 ГБ и 1 ТБ. Сердцем NVMe накопителей GOLD P31 выступает контроллер собственной разработки SK Hynix, компанию которому составляет небольшой буфер LPDDR4-4266. Скорость последовательного чтения достигает 3500 Мбайт в секунду, а последовательность записи – 3200 Мбайт в секунду. Устройства сопровождаются пятилетней гарантией, в течение которой терабайтная модель выдержит запись не менее 750 ТБ информации. Другими словами, SK Hynix уверена, что SSD выдержит не менее 750 полных перезаписей. Ну а в прошлом выпуске я вам рассказывал еще про очень интересные модели процессоров Intel и Marvel. Теперь же выяснилось, что к процессорам Intel Core Avengers Edition не прилагается бесплатная копия Мстителей, о чем дополнительно указано на коробке с процессором. Новоиспеченные владельцы камней могут рассчитывать только на комплект эксклюзивных костюмов для игры, которые нельзя будет получить каким-то другим способом. С одной стороны тоже неплохо, но для тех, кто покупает 10900K, можно было бы и приложить бесплатную игру в подарок. А тем временем Apple стала первой американской компанией, чья стоимость достигла 2 триллионов долларов. Что интересно, Apple – вторая публично торгуемая компания в мире, капитализация которой превысила отметку в 2 триллиона долларов. Первой была Saudi Aramco – государственное нефтяное предприятие Саудовской Аравии. Как пишет The New York Times, Apple потребовалось 42 года, чтобы достичь стоимости в 1 триллион долларов, и всего 2 года, чтобы добраться до 2 триллионов долларов. Что особенно интересно, весь второй триллион долларов был получен в последние недели, а именно 21 неделю. Как раз тогда, когда в мире разворачивались не самые лучшие события. Но а нам с вами остается только порадоваться за компанию Apple и перейти к анонсу нового Call of Duty. Компания Activision официально анонсировала новый шутер по франшизе Call of Duty и даже представила его первый тизер. Правда, кроме этого, пока неизвестно ничего. Call of Duty Black Ops Cold War разрабатывает студия Treyarch. Сообщается, что будущий шутер расскажет о прошлом, а если быть точным, то о холодной войне. Но будет ли она как-то связана по сюжету с прошлыми частями, особенно с двумя Black Ops, пока не сообщается. В тизере показано мало, а в кадре периодически мелькают видеоинтервью с настоящим бывшим агентом КГБ Юрием Безменовым, который в 1970 году сбежал из СССР в США и ездил по миру с лекциями о спецслужбах. Более подробный рассказ об игре назначен на 26 августа. Возможно, Activision и Treyarch покажут не только большой трейлер, но и полноценный геймплей. Также ждем подробности сюжета, дату выхода и прочие детали. Ну а на этом выпуск новостей подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы всегда можете задать любой вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!